Встреча с Вячеславом Боровским Встреча с Вячеславом Боровским Встреча с Вячеславом Боровским На самом деле место чудесное, такой, райский уголок, радостный. Мы здесь собрались, у нас, наверное, здесь человек 40. На наш очередной семинар, уже второй по счету, который называется «Хочу владеть собой теория и практика». Первый мы проводили у нас под Екатеринбургом, и опыт удался. Осенью прошлого года. Да, осенью прошлого года. Опыт получился очень хороший, люди откликнулись. В этот раз люди тоже с большей готовностью приехали на этот семинар. И вот сегодня у нас последний день этого семинара. В общем-то, большую часть пути мы уже прошли, и в очередной раз мы убеждаемся, что самообладание – это сейчас, наверное, самое востребованное для нашего народа. Не столько еда, питье и материальное имущество. И ядерная триада. Да, и ядерная триада. Сколько самообладание. Потому что отсутствие самообладания – это общее для всех людей, и для нашего народа в том числе. Серьезная проблема, которая, пожалуй, ставит под угрозу существование нашего народа. Мы забыли, что это такое, что такое самообладание. Мы забыли о том, что самообладание – это то, что существенно отличает человека от животных. То, что позволяет ему подниматься своей личностью, над своей природой. И противостоять любым трудностям, любым вызовам, которые сейчас стоят перед нами, и в будущем, вероятно, еще будут стоять, с которыми нам неизбежно придется столкнуться. Мы уже с ними сталкиваемся. И мы видим, что все упирается именно в эту человеческую немущь. Мы не можем здраво, правильно реагировать на внешние обстоятельства. Мы не можем использовать для себя вообще распоряжаться сами собой. Мы поставили, на мой взгляд, очень жестокий, чудовищный просто эксперимент в 20 веке, когда мы остались без источника самообладания. И жизнь. И жизнь, да, наша. Мы остались без Бога. Мы считали, что религиозность – это предосудок, это пережиток старины. И мы люди образованные, передовые, энергичные. Мы сами, мы нашим новый мир построим. И вот мы здесь вот видим, во что превратился 600-летний монастырь после этого периода безбожного. Из каких руинов пришлось воссоздавать. И как трудно ему сейчас приходится этому монастырю. А между тем, вот мы здесь, как раз на семинаре, и говорим о том, о чем сейчас должны говорить все, и в том числе и наши политики. Без чего нам всем сейчас не обойтись. Должны говорить о том, что единственный источник нашей свободы, нашего самообладания, нашей стойкости, крепости нашего народа, является наша вера православная, является Христос. Христос – это наше все. Не Пушкин – наше все, а Христос – наше все. Мы можем в своей жизни опираться и надеяться только на него. Мы должны вот сейчас на таких мероприятиях, как наш семинар, доносить до людей, до всех, кто живет в нашей стране, верующие, неверующие, мы должны доносить эту важнейшую мысль. Нам нужно сеять именно это зерно в сознании наших людей, что источником самообладания для человека, причиной сохранения его человечности и приумножения всех водорываний является Богом. И сейчас сам Бог очень тяжело, тяжелыми обстоятельствами, учит нас этому. И Он надеется, что мы разумимся. Вот вы здесь высказали очень хорошую мысль о том, что сейчас нужно нам усваивать не отрывочные представления нашей христианской истории, в истории церкви, в истории нашего государства, с нашими христианскими государями, верующими, которые созидали эту огромную страну на одну шестую часть суши. А мы должны создавать объемную, панорамную картину этого всего. И мы для этого должны находить сейчас нужные слова, понятные для людей, для современного человека, чтобы слово о Боге, о Христе, о церкви вызывало у человека не отторжение, не аллергическую реакцию, а наоборот, чтобы это заставляло человека содрогнуться, в лучшем смысле этого слова, и захотеть изменить свою жизнь. Потому что захотеть что-то поменять в себе можно только тогда, когда ты увидишь себя в Божественном свете. Чтобы человек хотя бы захотел прикоснуться к источнику этой истины, к Священному Писанию, к Евангелию. Чтобы человек прикоснулся к церковной жизни, чтобы ему захотелось войти в церковь внутрь и оттуда увидеть ее красоту, которой невозможно не восхититься. Нельзя увидеть основу нашей жизни, духовно-нравственной, снаружи. Как говорил Кричев, в новом России не подняться. Если ты будешь смотреть на Россию, на русский народ снаружи, ты никогда его не поймешь и не оценишь по-настоящему. А вот когда ты прикоснешься к его душе, к православию, и сам войдешь в общение с источником вдохновения для нашего народа, к Богу, к Христу, вот тогда ты поймешь все и о России, и о русском народе, и о нашей истории, и о себе самом. Но ты узнаешь себя сам. И у тебя появится возможность найти свое собственное место здесь на Земле и принести максимум пользу и себе, и людям. Мы много говорим еще здесь. Но все-таки три дня позволяют, четыре, позволяют, так сказать, довольно глубоко проникнуть. И мне очень понравилось как раз вот, ну, собственно, я слышал ее и раньше от вас, что действительно Бог спустился с неба, воплотился, вычеловечился для того, чтобы мы стали таковыми. И вот сегодня скорбями, трудностями, испытаниями, санкциями, русофобиями, диверсиями, терактами, которые Господь не сам производит, Он их как бы попускает, предоставляя человекам на Земле жить, как они хотят, по их вот дурным таким вот состояниям, законам и так далее. Вот сегодня Господь у нас, русский народ, как бы вот как снежок делают, вот его собирают, вот так Он нас сейчас собирает, и души русские пробуждают. И мы это чувствуем, что русские души пробуждаются. Но пробуждаются для чего? Для того, чтобы каждый человек, каждый человек, независимо от того, наверху он там где-то пребывает, на вершине карьерного и социального, имущественного и прочего роста, или, как считается внизу, каждый человек почувствовал себя фактором стратегического действия. И вот здесь все удивительное тоже, мы обсуждали на семинаре, что Господь-то пришел к бедным людям, простым людям. Как говорит апостол Павел, ничего не значащим. Немного из вас мудрых, немного из вас благородных. Благородных. И Господь именно к таковым пришел, и Господь их призвал, призвал самые ничтожные, самые невластные, самые бессильные меры всего, простых, обычных рыбаков, ребят молодых, 17-20 лет. И Он их призвал, и сегодня все повторяется. Сегодня тоже такой вот, мы слышим этот Божий призыв, но одновременно каждый человек, кто нас сейчас слышит, мы должны понять, что никому не заказано не только Царство Небесное, но и труды здесь, на земле, во славу Божию. Никому не заказано. И только в этих трудах мы находим, собственно, себя. Мы учимся, кстати говоря, здесь мы тоже учились, и каким-то основам, подходам к православной, прикладной такой аскетике. А что делать? Чтобы себя вырвать из когтей этой страшной потребительской жизни, этого безвремени, этого бездумного существования, которое нас мучает, как, что надо делать. И оказывается, в церковной традиции, в церковном предании и Писании есть ответы на эти вопросы. И мы эти ответы находили, обсуждали, и убеждаемся в том, что, наверное, сейчас это действительно важнейшая задача сегодняшнего дня. А вот вы согласитесь, Александр Иванович, что та информация, которую мы здесь доносили людям на сегодняшний день, это, пожалуй, самая засекреченная информация. Ее засекретили не так, что совсем спрятали, а ее раздробили, ее раскидали по мелким кусочкам и развернули это внешней стороной к людям. Нам показывают неприглядную жизнь духовенства, посмотрели, как живут эти попы, как они жируют, строят золотят купола, народ нищенствует, а они, что себе позволяют, и так далее, и так далее. Нам показывают совсем не то. Это не есть... Какой-то странный пазл тогда, да, из кусочков состоящий и возникает в головах беспорядочная такая суматуха, люди теряются, так сказать, не знают, кому чего верить, куда бежать и не могут собраться. Это как рассказывать о человеке, у которого есть все. У человека есть дух, душа и тело. А тело, оно имеет свои нужды. Тело нужно есть, ему нужно есть, пить, его, извините, нужно водить в туалет. Одевать, обувать, кормить, лечить, защищать. Человек болеет, болезнь не выглядит неприглядно. Человек, извините, бывает отрыжка и всякие другие вещи. Вот если показывать только эту сторону человека, то мы о человеке ничего не поймем, он нам будет противен. Нам не захочется с ним иметь дело. А вот если мы заглянем внутрь человека... Во внутреннего человека. Да, во внутреннего человека и увидим, что человек это образ Божий, это Бог с маленькой буквы, это вершина и смысл творения. А в союзе с Богом, когда он берется уже за ризу Господню, когда он уже с Богом живет, дружит и спрашивает его помощи, молится ему, благодарит его. Как говорил один из святых отцов, когда я с Богом нас большинство. Да, совершенно верно. Вот человеку нужно себя самого раскрыть именно в этом божественном свете, чтобы человек воспрял духом, он должен перестать думать о себе как о биологическом объекте, который нужен только, как говорил Достоевский, жрать, да спать, да гатить, да лежать на мягком. Нет, человек это существо, которое призвано к жизни бесконечно. И вот сегодня в эти дни мы здесь радуемся как раз победе жизни над смертью. Мы собираемся здесь в пасхальные дни и с особым каким-то чувством произносим каждый день не по разуму. А вчера еще причастились всем нашим семинарам. Это было тоже очень трогательно, огромный храм. Великолепно пели Троица-Сергиевские вот эти послушники, которые семинаристы. Просто я никогда в жизни не слышал такого. А сейчас вы знаете еще такой момент, когда начинается Господь же пришел зачем на землю? Собрать расточенные и просветить омраченные. И вот это все здесь и происходит, потому что мы собираемся, мы обмениваемся телефонами, значит, адресами, почтами доктора Боровских за Уралом, который, да и во всей стране известен, переправа, о которой тоже уже достаточно много людей знают. Но мы с вами работаем как бы с обочиной. Мы стоим на обочине мейнстрима, потока, который несется, причем в этом же потоке и западное, это разнузданное современное развитие, и в очереди и наше современное российское развитие, потому что у нас много чего творится такого, что, ну, явно не с волей Божьей не имеет ничего общего с точки зрения полезности. И мы, наблюдая со стороны, не входя в этот процесс, мы начинаем что-то уже различать, понимать, дух творит все формы, и у человека может образоваться дар развлечения духов. Вот мне кажется, задача семинара, ну, хоть немножко нам друг другу это объяснить, и Господь тогда сподобит человека различать этих духов и даст силы необходимые, потому что там нет энтропии, Бог дает духа безмерно. Человек даже уже в возрасте, как я, например, обремененный всякими болезнями, или, как лучше сказать, одержимый разными болезнями, но все равно он напитывается этим Божьим духом, и его внутренний человек становится сильным. Как говорил апостол Павел, пока внешний человек тлеет, внутренний человек изо дня в день обновляется, и каждый может испытать эту радость. Вот мы, видите, прикасаясь к этой нашей древней традиции, которая имеет непосредственное отношение к истине, к саму истине, ко Христу, мы ведь еще открываем для себя удивительную вещь, что православие это медицина, и в первую очередь, скорее всего, это медицина, это даже не религия, это врачевание, это врачевание, это исцеление человека, всего его состава, и даже тела человеческого. И здесь на семинаре мы учимся элементарным практическим навыкам сохранения и приумножения своего душевного и телесного здоровья. И именно поэтому эта информация так засекречена в наших СМИ, потому что Big Pharma никогда не допустит никакой альтернативы на свою территорию. а дьявол всегда стремится из человека сделать животное. И вот здесь мы когда мы на семинаре думаем, могут нас спросить люди, а собственно что вы доктор, психиатр, психотерапевт с одной стороны и профессиональный в прошлом уже историк, дипломат и так далее. То есть люди светские, не церковные формально. что вы с людьми, о чем вы с ними разговариваете. И здесь выясняется одна такая вещь, что сегодня Господь создал такие условия, при которых миряне говорят нас 3-4 процента. Что 3-4 процента от 150 миллионов это мало что ли? 3-4 процента. И он говорит не бойся малое стадо, я победил мир. И мы это ощущаем. Он говорит, что народ Божий, который живет в России и только сейчас уже в России он становится он может стать народом победителем. И этот народ может одолеть все, потому что с ним Бог, потому что нас уже большинство. А мы сейчас как миряне мы должны друг другу помогать вылезать из этого болота, из этой трясины. Каждый должен другому протянуть руку. Семинары эти конечно надо рассекретить. рассекретить. рассекли.